Итак, у кого есть Слово Божие, будем открывать его. Наша задача или то, что мы должны желать, это узнавать то, что хочет Бог. И понимая то, что Он хочет, узнавая то, что Он хочет, всем сердцем желать повиноваться Ему и исполнять Его волю. Мы изучаем Слово Божие не только с целью, и не прежде всего с целью расширить наши знания, но прежде всего нами должна двигать желание познания Его воли. Желание узнать, что хочет Бог для того, чтобы исполнять Его волю. Чтобы не быть людьми, которые в чем-то, совершая какие-то религиозные действия, на самом деле они делают то, что не очень приятно или не нравится Господу. Мы находим в Священном Писании, что очень часто Божий народ, он придумывал что-то сверх того, что было написано или что было дано Господом, и всякий раз это приводило к проблемам. И мы хотим ходить во свете. А Слово Божье есть свет, и познание, и понимание этого Слова, оно поможет нам угождать Богу и ходить в истине. И мы будем сегодня читать из Евангелия от Матфея, это Нагорная проповедь нашего Господа Иисуса Христа, 6 главы, с 5 по 8 стих. Господь говорит так. «И когда молишься, не будь, как лицемерие, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения у Него, прежде вашего прошения у Него. Аминь. Итак, сегодня я буду проповедовать на тему «Нелицемерная молитва». В самом начале Господь, обратившись к слушателям, тем, кто слушал Его, сказал, «И когда молишься?» Мы понимаем, что если мы верующие, если мы христиане, если мы говорим, что мы любим Бога, что мы верим в Бога, то, безусловно, мы будем молиться. Не бывает так веры без молитвы. Это естественное проявление веры, когда человек начинает молиться, когда человек начинает обращаться к Господу. Но для нас важно не только молиться, не только обращаться к Господу, но делать это правильно. Делать это так, как Господь говорит, чтобы мы это делали. Потому что молиться можно по-разному. И не всегда и не все молитвы неприятны Богу, не всегда и не все молитвы принимает Бог. Потому что эти молитвы, они не исходят из того, что Библия говорит о молитве. А то, что сам человек придумал или решил, как правильно будет молиться, или как лучше молиться. Наша цель – не принести что-то новое, но исполнить то, что есть. И если люди будут приносить что-то новое в молитву, то всякий раз это будет чем-то еретическим, потому что Библия на протяжении 66 книг, она говорит и учит о молитве. И там сказано все, то, что нам необходимо знать, и то, что там сказано, нужно использовать в молитвенной жизни. Нужно практиковать в молитвенной жизни. И этот отрывок, который я только что почитал, он говорит о том, что не всегда люди правильно молятся, не всегда люди правильно обращаются к Богу в молитве. И здесь Иисус показывает лицемерную молитву, молитву, которая не будет принята Господом, и которая не будет иметь никакого ответа от Господа. Конечно же, мы бы не хотели молиться таким образом, чтобы никогда не получать ответ от Господа. Какой смысл, если нет ответа? Мы молимся, потому что мы верим, что через молитву, через наше обращение к Отцу, Бог отвечает на наши молитвы, на наши нужды. Бог воздает нам. И поэтому давайте будем внимательны для того, чтобы наша молитва, она соответствовала божественным стандартам и правилам, которые Он устанавливает в Своем Слове. Если мы будем придерживаться этих стандартов, этих правил, если наша молитва будет соответствовать Его Слову, тому, что Он учит, что Он говорит о молитве, то, безусловно, ответы на молитвы в нашей жизни будут гораздо, гораздо чаще. Итак, Господь, начиная Своё учение о молитве, говорит так. «И когда молишься, не будь, как лицемерие, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Итак, давайте мы прежде всего обратимся к истории и посмотрим, как тогда молились иудеи, с чего состояла их молитва, какой была их молитва для того, чтобы больше и глубже понять то, о чем учит Господь Иисус. Я сейчас прочитаю вам цитату из комментария Уильяма Баркли, который описывает обычную молитву, или то, какой была обычная молитва, или чаще всего молитва иудея того времени. «Молитва превратилась в ритуал. Закрепились определенные словесные формы молитв, и молитвы просто читали или повторяли наизусть». Такие молитвы можно произносить совершенно, не обращая внимания на содержание. Молитва стала рутинным и не совсем осознанным религиозным упражнением. Вот та проблема, которая существовала, это когда люди, они произносили молитвы, когда они говорили молитвенные слова, обращенные к Господу, и часто это происходило таким образом, что они просто повторяли машинально наизусть заученные слова, и больше ничего. Конечно, следует сказать, что не все так поступали. Были благочестивые иудеи, которые имели страх Божий, боялись Бога, которые искренне проговаривали эти слова к Богу, обращаясь к Нему всем сердцем. Но очень часто люди просто машинально, автоматически произносили определенные, заученные наизусть молитвы к Богу, и в этом не было веры, в этом не было сердца, это было что-то такое рутинное, повседневное, что они делали автоматически. Вы знаете, Богу никогда не были приятны подобного рода молитвы. Он личность, Он живой Бог, и мы не можем общаться с Ним на уровне автомата, говоря или произнося что-то неосмысленно, неосознанно или автоматически. Это никогда не будет принято Господом как молитва. Это то, что присутствовало в то время уже в жизни иудеев, автоматическое, заученное наизусть молитва, которую они повторяли ежедневно, и очень часто не влагая туда ни веры, ни сердца свое, просто делали это как правило, которое было в их жизни. В то время существовали такие молитвы повседневные. Одна из них называлась «Шема». Эта молитва, она произносилась утром и вечером каждым благочестивым иудеям, и она звучала так. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Вот это такая достаточно короткая молитва, которую они произносили каждое утро или каждый вечер, делает провозглашение, что Господь Бог есть единый Бог. Это, в общем-то, правильная молитва, и она соответствует Священному Писанию и говорит о том, что нет иного Бога, кроме одного Господа, который открылся в Священном Писании. И другая форма молитвы, которую они использовали три раза в день, она называлась «Шемонех Эсрех». Эта молитва, она состояла с 18 молитв, которые говорили о разных случаях в жизни, и эта молитва часто произносилась в таком укороченном виде. Естественно, она была заучена наизусть, и каждый день благочестивые верующие евреи, а, по сути, тогда таковыми были практически все. Они произносили эту молитву. Любое обязательно, это разовдение, так как правило, были определенные часы, и если перевести на наше время, это 9 утра, 12 дня и 15 вечера, независимо от того, где они были или чем они занимались, они должны были произносить эти молитвы. То, что было назначено определенное время, то, что они молились, в этом не было совершенно ничего плохого, это было хорошо. Но Иисус говорит не о том, что проблема молиться, а о том, что молиться нужно правильно. И Он говорит, что их молитвы были лицемерны, то есть они были неискренни. Они произносились очень часто автоматически, в этом не участвовало сердце человека, были безразличны. И очень часто люди, которые молились, они просто совершали такой ежедневный ритуал, даже не задумываясь о том, что они говорят. И это никогда Бог не мог принимать, как что-то нормальное, как молитву, которая будет угодно Ему. Мы всегда должны помнить о том, что когда мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к личности, и мы не можем говорить им автоматически. Мы понимаем, что иногда в общении друг с другом мы можем говорить, так скажем, можем думать об одном, а говорить другое, и нас могут останавливать и сразу говорят, ты где? Ты со мной разговариваешь, или ты где-то там хуляешь, где-то ходишь? То есть это естественная реакция собеседника. Если ты со мной говоришь, то говори со мною. А если ты не хочешь говорить, то просто не говори, но не делай вид, что ты говоришь, не делай вид, что ты слушаешь, не делай вид, что ты желаешь со мной разговаривать. В этом есть лицемерие, театральность. Один из переводов этого слова – это актер или театр. И Господь говорит, что мы не должны быть такими людьми, которые просто автоматически, полусознательно приходят к Богу в молитве, совершая определенные ежедневные ритуалы, потому что если мы будем так делать, то это неправильно. Это лицемерная молитва, это молитва, которая не принесет никакого плода, никакого ритуала. И эта молитва является неуважением к Господу, неуважением к Богу, Которому мы молимся вот таким образом, когда просто произносим что-то наизусть, не вкладывая в это ни сердца, ни чувства, ни веры. Иисус обращался к книжникам и фарисеям. И у них была другая проблема. И их проблема заключалась в том, что они молились, и они молились медленно, молились очень выразительно. Но проблема заключалась в том, что когда они молились, то целью их молитвы, прежде всего, заключалась, было в том, чтобы их увидели, чтобы их оценили, чтобы обратили внимание, насколько они религиозны, насколько они сильно верующие и благочестивые люди. То есть Иисус показывает молитву, которая совершается на публику, для того, чтобы впечатлить кого-то, для того, чтобы показать свое благочестие, чтобы остальные увидели, насколько я хороший, насколько я правильно молюсь, насколько я веру в Бога. И вот это то, что Иисус осуждал. Это то, что было их проблемой. Господь говорит, что в синагогах и на углах улиц они специально могли приходить в определенное время молитвы на оживленные улицы и становились там, и начинали молиться. И они это делали зачастую не потому, что они хотели Бога прославить или Богу воздать славу, а ими двигало желание, чтобы люди обратили на них внимание, чтобы люди увидели, насколько они благочестивые и насколько они верующие. И Господь назвал подобного рода молитвы лицемерными. То есть они молились, обращаясь к Богу, но на самом деле их мысли, они были заняты тем, чтобы люди их видели, чтобы люди оценили их, чтобы люди похвалили их и обращая внимание на них, внимание на них говорили, смотри, какой он верующий, смотри, какой он сильный верующий, смотри, как он молится. А на самом деле, когда они молились, они, может быть, мало даже о Боге, о Боге думали, но все то, что они говорили, было на публику, на то, чтобы обратить внимание людей на то, что они говорят и как они говорят. Бог сердцеведец. И Бог видит сердце человека, и Господь, видя подобного рода молитвы, Он понимал, что это молитвы, которые обращены не к Нему. Это молитвы, которые, по сути своей, обращены к людям, чтобы они, увидев их благочестие, могли воздать им славу и могли похвалить их. И вы знаете, эти слова звучат для нас как предупреждение. Предупреждение в том, что мы должны в наших молитвах всегда быть искренни пред Богом и молиться, обращаясь к Нему всем своим сердцем, потому что мы можем тоже оказаться в подобной ситуации, когда наша молитвенная жизнь, она остальная такой рутинной, или мы будем автоматически произносить какие-то повседневные молитвы, например, перед едой, или перед сном, или еще когда-то. И эти слова, которые мы, может, много раз повторяли, они будут автоматом выходить из нас, и наше сердце, и даже наш разум в этом не будет задействовано. Это будет просто автоматическое произношение ежедневных молитв, обращенных к Господу. И мы должны быть осторожны, чтобы не начать так молиться. Даже самая короткая, может быть, самая простая молитва, которую мы произносим в течение дня, она должна исходить из нашего сердца и должна быть обращенной к Господу. Так, чтобы мы действительно в этой молитве говорили с Ним, а не произносили что-то автоматически или спотанно. Иначе Господь просто не примет эту молитву. Тем более, может быть, сегодня это не так актуально, и сегодня люди не молятся, становясь на углах улиц, может, кто-то это и делает. Но мы должны понимать, что наша молитва, будь то на богослужении, она не должна быть такого рода, чтобы внутри нас было желание, чтобы обратили на нас внимание или привлечь внимание к себе других людей. Я иногда мог замечать, что некоторые люди и так молятся в церкви. Они молятся таким образом, как будто кричат всем, посмотрите на меня, посмотрите на меня, как я молюсь, посмотрите на меня, как я руки поднимаю, посмотрите, какой я хороший. Конечно, это лицемерная молитва. Это та молитва, которой человек желает привлечь внимание к себе и молится ради того, чтобы люди обратили на него внимание. Конечно, мы понимаем, что нет ничего плохого, когда мы руки понимаем. Нет ничего плохого, когда мы возносим молитву Господу, когда иногда, может быть, это происходит достаточно громко. Важно, чтобы в нашем сердце был порядок. Важно, чтобы мы никогда не делали это для людей. Никогда не делали это для того, чтобы на нас обратили внимание, потому что вот мы так красиво и хорошо молимся. В этом есть проблема. В этом есть лицемерие. Лицемерие в том, что когда люди молятся, они смотрят на других людей, они смотрят на Бога. Они желают привлечь внимание других, чтобы они похвалили их, вместо того, чтобы привлечь внимание Бога на свою молитву. В этом Господь видел лицемерие этих книжников и фарисеев, которые молились таким образом, чтобы просто люди похвалили их, чтобы получить награду от людей. И поэтому их молитва в глазах Божьих, она была лицемерная. Она была неправильной, пустой и бесполезной. И Господь, безусловно, не принимал подобного рода молитвы. И это сегодня для нас звучит как предостережение для того, чтобы мы старались молиться таким образом, чтобы это было не для людей, а это было для Бога. Я понимаю, что мы видим в Священном Писании, когда кто-то публично молился, особенно, может быть, самая длинная публичная молитва была Соломона про освящение храма. В этом нет ничего плохого, когда кто-то молится перед служением или когда кто-то молится публично на служении. Но то, что мы должны всегда помнить, что мы должны обращаться к Богу, что мы должны молиться не для людей, не ради людей, чтобы они обратили на это внимание или как-то одобрили нас, или сказали, насколько духовный человек, но наша молитва всегда должна быть обращена к Богу и направлена к Нему. Конечно, мы понимаем, что наверняка лучшим методом молитвы является молитва, исходящая из сердца человека, и молитва, сказанная своими собственными словами. Мы понимаем, что иногда люди первое время своего хождения с Богом, не понимая, как надо молиться, могут выучивать наизусть какие-то молитвы, но это не лучший путь. Более превосходный путь, когда у нас есть свои собственные молитвенные слова, когда мы можем от своего сердца обращаться и говорить к Богу то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем, то, что тревожит, то, что болит, то, что беспокоит. Это самая лучшая молитва, это самая ценная молитва. Конечно, нам бы не очень было приятно, если бы наши дети говорили с нами какими-то заученными словами или обращались к нам какими-то формулами. Мы хотим вместе с ними нормальное, естественное отношение и естественный разговор. То же самое мы можем увидеть и в Священном Писании, когда Бог говорит о том, чтобы наши молитвы не были лицемерны, чтобы мы молились ради того, чтобы получить одобрение людей, чтобы наши молитвы, они не были пустыми, исходящими не из сердца, просто из заученных слов, которые мы изо дня в день повторяем, но ничего не влаживаем в эти сердца, потому что наше сердце просто молчит. И мы должны быть осторожны в том, чтобы даже молясь за пищу, молиться искренне, благодарить Бога от всего сердца, потому что эта молитва тогда будет принята, это благодарение тогда будет принято. Итак, Господь, говоря о лицемерной молитве, молитве неправильной, молитве, которую Бог не принимает, продолжая, говорит следующее, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Итак, основная цель молитвы – это общение с Богом, это взаимоотношение с Господом. И здесь Господь говорит, когда ты молишься, «Войди в комнату твою и, закрыв дверь твою, помолись». То есть, Господь дает определенный совет в отношении того, какая молитва лучшая. Господь говорит, что лучшим всегда будет то, когда ты хочешь помолиться. И когда у тебя есть эта возможность уединиться, то это будет самая лучшая молитва, которая только может быть для тебя. Потому что, когда мы уединяемся где-то, в какой-то комнате, в каком-то месте для того, чтобы молиться, это раскрепощает нас. Это дает нам возможность концентрировать свое внимание на Боге, обращаться к Богу, разговаривать с Богом, изливать свое сердце перед Ним, говорить все то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем. Мы понимаем, что не всегда и все мы способны кому-то рассказать. Не всегда и не совсем мы способны поделиться с другими людьми, но с Богом мы должны быть искренни, с Ним мы можем поделиться всем и рассказать Ему все. Поэтому, когда мы наедине, когда мы молимся где-то в отдельной комнате или в отдельном месте, это то время, когда мы можем полностью, изолировав себя, сконцентрироваться на Боге и общаться, и разговаривать с Ним. Конечно, мы понимаем, что, может быть, не всегда есть такая возможность. Иногда нам хочется помолиться, и нет такой возможности, и мы можем молиться и в других условиях, но то, что мы должны помнить о том, что наша молитва никогда не должна быть показной. Наша молитва всегда должна быть искренной, и никогда не должна быть такой, которая просто исходит из заученных слов, которые мы повторяем Богу уже, может быть, тысячный раз, и в этом нет ни нашей веры, ни нашего сердца. Господь говорит о молитве, когда мы уединяемся, как о лучшей молитве, которая помогает нам более сконцентрироваться на Господе и разговаривать с Ним без каких-то отвлечений, внешних отвлечений, которые очень часто могут отвлекать нас. Но, конечно же, это также не значит, что нельзя молиться, может быть, в каких-то других условиях, нельзя молиться в другом месте. Можно молиться. В зависимости от возможностей, мы молимся церкви вместе, но то, что мы должны помнить, этот принцип, что наша молитва должна быть обращена к Богу, она не должна быть лицемерной, она должна исходить от сердца. Даже если рядом люди, мы должны чувствовать себя таким образом, что сейчас я и Бог, что мы общаемся с Богом, и те люди, которые находятся рядом, они сильно не беспокоят нас, потому что вся наше внимание, оно адресовано прежде всего Господу. И здесь Господь говорит, что когда мы молимся, когда мы заходим в комнату, затворяем дверь и обращаемся к нашему Отцу в искренней молитве, где нет никаких отличений, где мы можем излить пред Ним свое сердце и выразить все то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем. Если вы обратили внимание, Господь Иисус учит обращению к Отцу. Мы также можем почитать о том, что Слово Божие говорит, что есть только один посредник с Богом и человеком – это Господь Иисус. И, как правило, наши молитвы, адресованные к Отцу, они адресованы Ему во имя Иисуса Христа. Это тот путь, который указало нам Священное Писание. Мы обращаемся к нашему Отцу во имя Иисуса Христа. Это путь новый, это путь живой. Через кровь Иисуса Христа мы имеем надежный доступ к престолу Божьей благодати. И можем, молясь Ему и обращаясь к Нему, быть уверены в том, что Господь слышит нас, что мы пришли правильно к Нему. Это очень важно. Мы сегодня можем видеть в христианстве другие методы обращения к Отцу. И эти методы не являются правильными. И мы должны это знать. И мы не должны делать неправильно, если мы знаем, как делать правильно. Какое-то время в христианстве появилась такая традиция в одном учении о том, чтобы обращаться к Богу посредством умерших святых. И на самом деле это нигде не описано и не определено в Библии. И это не является правильной молитвой, правильным путем Богу, когда люди, например, молятся апостолу Павлу или Петру или кому-то еще из умерших святых и говорят им, помолись за нас Богу, попроси за нас Отца или попроси за нас Иисуса. На самом деле это та молитва, которая не попадает ни в какие рамки священного писания. Даже книжники и фарисеи до этого не додумались. Даже они никогда в своих молитвах не обращались ни к Моисею, ни к Давиду, ни еще из каких-то веткозаветных святых, чтобы просить их, чтобы они просили Отца, чтобы Отец по их просьбе ответил на их молитву. Вы знаете, это такой кривой путь, это такой неровный путь, который игнорирует Писание, который отлаживает Библию и говорит, а я думаю, что если я Петра попрошу, то лучше будет. А Библия говорит, не проси Петра, не проси Моисея, не проси кого-то из умерших святых, потому что язычники так делают, потому что они используют практику, они часто вызывают души умерших или духи умерших, и это оккультизм, это то, что мы можем назвать спиритизмом, и такая практика, она не влаживается в Библию и противоречит Библии. И мы должны понимать эти вещи, потому что мерилом нашей жизни является Священное Писание. Не мы определяем то, как нам приходить к Богу, а Бог определяет то, как мы должны к Нему приходить. Я думаю, что никто из нас не додумается, что я буду решать, как попасть на прием президенту. А кто ты такой, что ты будешь решать, как ты попадешь на прием президенту? Они там решают, он решает, как к Нему попасть на прием. Поэтому, когда мы говорим о молитве, о том, как правильно, нелицемерно молиться, как приходить к Богу, чтобы быть услышанными, и чтобы Бог ответил, то мы имеем единственное вернейшее слово и свидетельство, как это делать, это Священное Писание. И если Слово Божие говорит, что мы должны приходить к Отцу во имя Иисуса Христа, это путь новый, это путь живой, это тот путь, который Он определил, то нам нужно так и делать. А если вы знаете, что кто-то так не делает, а делает по-другому, и вы можете ему сказать об этом, почему ты не делаешь так, как Библия говорит? Почему ты не поступаешь так, как Слово Божие учит, а делаешь по-другому? Я не знаю, что этот человек ответит, но, по крайней мере, он не сможет ответить это на основании Священного Писания. Возможно, кто-то когда-то кому-то сказал, или кто-то когда-то так помолился, но не больше того. И нам важно помнить, что Писание говорит о том, что мы должны исполнить заповедь чисто и безукоризненно, вплоть до пришествия Господа Иисуса Христа. Поэтому наша молитва, обращенная к Богу, она должна быть библейской, она должна следовать тому определению, которое сам Бог установил для нас, как мы должны молиться. И если когда-то вы молились Петру, Павлу, или еще кому-то из святых, то то, что вы делали, было неправильно. Это был не Божий путь. Возможно, вас научили, вам сказали, что это правильно, что так нужно молиться, но Библия учит совершенно по-другому. И вам нужно было это оставить, и надеюсь, что вы это оставили. И не просто оставили, а сказали, отец, отец, прости, что я искал блат через Петра, что искал какие-то кривые задние пути, пытаясь добиться у тебя посредством Петра или Иоанна или еще кого-то. Прости, я хочу дальше следовать твоему слову, и приходить к тебе, как ты говоришь, во имя Иисуса Христа. Это правильный путь. И мы должны держаться этого путя, потому что Библия – это авторитетное Божье Слово. И неважно, как делают другие, потому что каждый из нас за себя даст отчет пред Богом. И то, что каждого из нас будет судить, нас будет судить Божье Слово. И каждый пристал пред Господом будет судим Божьим Словом. Во времена книжников и фарисеев было много традиций, было много преданий, и Иисус жестко критиковал, Иисус жестко обличал и говорит, что вы своими преданиями устранили Божье Слово. И мы видим, в наше время история повторилась. Те же самые предания, они очень часто, они просто изгнали Божье Слово из жизни людей, устранили Божье Слово, и люди начали жить преданиями, даже несмотря, Слово Божье точно ли это так, как написано. Поэтому, когда мы говорим о молитве, то мы хотим не просто молиться, потому что Господь говорит, что это лицемерные молитвы. Есть те молитвы, которые никогда не будут приняты Богом, мы хотим молиться так, как правильно, так, чтобы наши молитвы, они были приняты Господом, чтобы они соответствовали Его Слову и тому, как Он учит, как мы должны молиться. Вы также знаете, что в истории, пришло время, определенное в истории церкви, когда люди, обращаясь к Богу в своих молитвах, они начали использовать образы для того, чтобы молиться. Опять же мы видим, что подобные рода вещи, они никак не согласуются с Божьим Словом и не имеют никакого отношения к тому, что Библия говорит о молитве. Тогда кто-то может спросить, а почему тогда это есть? Я не знаю, почему это есть. Библию люди не читали. Библии пренебрегали. Авторитет человеческий поставили выше авторитета Слова Божьего. В этом есть проблема. И мы понимаем, что нам опять же нужно следовать Слову Божьему, потому что иногда люди, приходя к нам, могут сказать, а где ваши иконы, а где ваши образы? У нас нет этого. У нас никогда этого не будет. И причина, почему у нас этого нет, потому что Слово Божье говорит, чтобы у нас этого не было. Потому что Библия запрещает всякие образы, посредством которых мы можем приходить к нашему небесному Отцу, потому что рано или поздно эти образы, они становятся священными, они становятся, по сути, свои идолами, когда человек обращается к этим образом, целует, обнимает, проливает на их слезы и считает, что благодаря этому он может получить ответ от Бога. Безусловно, с точки зрения Священного Писания, это безумие, это абсолютное отступление от норм и правил Божьего Слова. И то, что нам важно как верующим называть все своими именами, потому что иногда мы склонны говорить полуправду, но мы видим Иисуса, который не стеснялся книжниками фарисеев, он прямо им говорил, лицемеры, вы молитесь для людей, а не для Бога, вы ищете похвалы от людей, а не похвалы от Бога, лицемеры, вы давая пожертвования, смотрите, чтобы люди видели вас, чтобы люди оценили, что вы делаете, но вы не думаете, чтобы Бог оценил, чтобы Бог это видел. Он очень открыто обличал вот эти вещи, которые пришли тогда в жизнь Божьего народа как еретические, как неправильные, и то, что они сделали, они распяли его. Они сказали, нет, не должен жить такой человек, потому что он противостоит нашей религии, он идет против нашей религии, а он был Сын Божий, а он был Слово Божие воплотившееся, а он сам дал им это Слово, и они убили его, который дал им веру. Они распяли его за то, что он говорил истину, потому что они придумали свою собственную религию, они придумали свою собственную веру, хотя и говорили, что это Божья вера. И мы с вами находимся в таком положении, что нам не нужно повторять эти вещи, нам не нужно этим путем, чтобы изобретать веру, чтобы придумывать что-то, потому что у нас есть Слово Божие, которое определило все то, что нам необходимо знать и необходимо делать. И если кто-то делает что-то другое, что противоречит Божьему Слову, называя это христианским, и мы видим, что Библия так не говорит, то мы не должны называть это чем-то христианским. Эти вещи, они пришли с язычества, эти вещи были заимствованы с языческих культов, с языческих религий и принесены в церковь и приобрели как бы христианский вид. Но на самом деле Господь не хочет, чтобы мы брали что-то из язычества, из каких-то ложных религий и каким-то образом пытались это приспособить к церкви и придать вид христианства этому. Это нельзя делать. Например, мы читаем дальше, «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия своем будут услышаны». Здесь Господь, говоря о молитве, Он предупреждает, когда вы молитесь, не говорите лишнего, как язычники. В данном случае, что Он имеет в виду? Он имеет в виду, что язычники или люди, которые поклонялись идолам, они считали, что чем больше ты повторяешь слова молитвы, определенные формулы, тем быстрее ты получишь ответ или тем больше шансов получить ответ. Поэтому они могли повторять определенные молитвенные формулы тысячи и тысячи раз и таким образом желали умилостивить божество для того, чтобы получить ответ. То есть их вера заключалась в том, что ответ зависит от множественности повторений определенных молитвенных фраз. Например, в буддизме есть такое специальное колесо, на котором написано множество молитв, и для того, чтобы молиться больше и быстрее, они просто вот это колесо раскручивают, и считают, что с каждым поворотом колеса эти молитвы, написанные на колесе, они возносятся в небеса. И многие языческие культы, они употребляют определенные формулы, повторяя их множество, множество раз таким образом считая, что через это они получат ответ от Господа. Примерно в средние века в церкви появилось такое понятие, как четки. Четки пришли в христианство из буддизма, там они были, это была их культура буддийская, но оно пришло в церковь, и для чего пришли четки? Потому что буддисты считали, чем больше они повторяют мантры, тем больше санкций получить ответ. И поэтому для того, чтобы знать, сколько раз они повторяют, они эти четки в руках постоянно перебирали. Но потом церковь приняла это к себе из буддистской культуры и начала использовать четки и маленькие молитвы, сделав такое теологическое заключение, что чем больше раз мы повторим определенные слова, тем больше шансов, что Бог нам ответит. Это неправильное отношение к Богу. Это не то, что мы видим в Священном Писании. Например, мы читаем историю Ильи и ложных пророков Ваала на Гаде Кормил. И когда Илья сделал жертвенник, и когда сказал им, ну давайте, молитесь своему Богу, пусть он пошлет огонь на эту жертву, и она поглотит жертву. И эти служители Ваала что они делали? Они кричали, они бесновались, они кололи себя, они доводили тебя до состояния экстаза, для полусознательного состояния повторяя одни и те же слова Ваали услышь нас, Ваали услышь нас. И часами они это делали, но тем не менее огонь с неба не сошел, и жертва не была поглощена, но Илья произнес очень короткую и очень простую молитву, и огонь сошел, и жертва она была поглощена огнем. И для нас также это важно, то, что говорит Иисус, Он говорит не молитесь, а молясь не говорите лишнего, как язычники, речь не идет о том, чтобы нам не молиться долго, потому что сам Иисус, Он иногда на целую ночь уходил и проводил время в молитве, но здесь Иисус говорит о том, чтобы мы не были как язычники, которые думают, что не заучили определенные формулы, и повторяя эти формулы тысячи раз, они тем самым могут получить ответ от Божества. На самом деле мы понимаем, что мы обращаемся не к роботу какому-то, не к компьютеру, желая вызвать какую-то реакцию у него, мы обращаемся к живому и истинному Богу, и мы видим, что иногда может быть молитва очень короткой и простой приходит ответ, но иногда нужно долго молиться, и Господь также приводит нам притчу о судье неправедном и о бедной вдове, которая по неотступности ходила, молилась, просила его, и в конце концов Он ответил ей, и Господь похвалил эту вдову, что она поступила верно. Мы должны верить в силу молитвы, в силу молитвы, обращенной к Богу во имя Иисуса Христа, а не в силу каких-то определенных формул, определенных выражений, повторяя которые сотни раз мы тем самым добьемся ответа у Бога. И мы видим, что нам очень важно следовать этой библейской доктрине, этому библейскому пути для того, чтобы молиться правильно, чтобы наша молитва была искренней, обращенной к Богу, молитвой веры, чтобы наши слова, они исходили из нашего сердца, а не просто мы повторяли какие-то фразы, повторяя их тысячи раз и таким образом думая произвести впечатление на Бога или как-то удивить или разжалобить Его, повторяя одно и то же тысячи и тысячи раз. Эти все вещи, они присутствуют и сегодня. Они есть сегодня в жизни верующих и это то, что Иисус осуждал, это то, что Господу не нравится вот это многословие повторения одних и тех же фраз, желая через это впечатлить Бога, произвести какое-то влияние на Его, чтобы Он ответил. Давайте будем искренни, давайте будем учиться, молиться, так как мы читаем в Священном Писании для того, чтобы наши молитвы, они никогда не приобрели этот лицемерный вид и чтобы мы не стали подобны буддистам либо еще кому-то, кто просто повторяя одни и те же самые молитвы короткие, думает, что вот это то, что нужно Богу, это то, что является молитвой. Иисус сказал, не молитесь так, как язычники. Они не знают, кому молиться, они не знают, как молиться, но Слово Божие дает нам четкое направление, оно показывает нам ясно то, что мы должны делать и то, что мы не должны делать. И мы должны стоять на этом Слове, потому что, если мы не будем стоять на этом Слове, то мы обязательно попадем в какую-то проблему, мы обязательно будем делать что-то, что будет выглядеть религиозно и по-христиански, но Господь Иисус не будет это одобрять. Наша цель делать то, что Он хочет. Наша цель, чтобы Ему угождать, чтобы тогда, когда мы молимся, Господь мог принять эти молитвы, потому что они в духе и истине, от истинных поклонников, которые обращаются к живому Богу путем новым и живым через Господа Иисуса Христа. И дальше. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отество, с чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Здесь интересный парадокс написан. То есть Господь знает наши молитвы, знает наши нужды, прежде даже, чем мы обратились и начали просить Его об этом. Но, с другой стороны, зная наши нужды, зная то, что мы хотим, в чем наша нужда, Он говорит, чтобы мы молились Ему, чтобы мы обращались к Нему. То есть Господь, Он не делает таким образом, что автоматически решает наши проблемы и нужды, но Он желает, чтобы мы пред Ним открывали свои сердца, чтобы мы рассказывали Ему, чтобы мы говорили Ему. Конечно же, наверняка есть такие моменты, есть такие случаи, когда Господь без нашего молитвенного вмешательства или без нашей просьбы отвечает нам. Но, в целом, воля Божья заключается в том, чтобы мы открывали пред Ним свои сердца, чтобы мы говорили Ему, чтобы мы молились, чтобы мы просили. Почему Господь, зная наши нужды, до того, как мы еще начинаем просить, не удовлетворяет их просто так, а хочет, чтобы мы говорили об этом, а хочет, чтобы мы обращались, а хочет, чтобы мы молились Ему. Причина заключается в том, что Господь любит нас, и Он хочет иметь общение, Он хочет говорить с нами, Он хочет, чтобы мы рассказывали Ему то, что происходит в нашей жизни, то, что мы чувствуем, хотя Он все это знает, Ему интересно, хотя Он в курсе всего, что происходит в нашей жизни, но Ему интересно, Он все равно хочет, чтобы мы разговаривали с Ним. Может, у нас Господь говорит, ты же все знаешь, не, сынок или дочь, говори, мне интересно. Вы знаете, это внимательность, основанная на любви Бога к человеку. Может быть, мы знаем, что происходит в жизни наших детей, но, тем не менее, сынок или дочь, расскажи, я хочу с тобой поговорить. Почему мы хотим с ними говорить? Мы любим их. Из любви к ним у нас появляется это желание общения, взаимоотношения, разговоров. И то же самое здесь, мы читаем, Иисус говорит, знает Отец Вас Небесный, прежде того, как вы просите, но, тем не менее, Он говорит, призывая нас к тому, чтобы мы молились, потому что любит нас, потому что желает иметь общение с нами. Поэтому, когда мы говорим о молитве, то молитва – это то, что важно не только для нас, а важно и для Бога. И наша молитва к Богу – это не только нужда, это не только какая-то проблема. Наша молитва к Богу – это выражение нашей любви к Нему, это жажда по Нему, это желание иметь общение, взаимоотношение с Ним, это просто желание прославить Его и воздать Ему славу без какой-то особенной нужды или особенного упрошения. А с другой стороны, желание нашего Господа в том, чтобы мы говорили с Ним, потому что Ему приятно, когда мы обращаемся. Ему радостно, это приносит Ему удовлетворение, это радует Его сердце, когда мы обращаемся к Нему. Мы никогда не являемся нежеланными гостями у нашего Господа. Мы всегда желанны, мы всегда являемся теми людьми, которые Господь желает слушать, слушать и слушать. И у Него всегда будет время и желание выслушать нас. И в этом нет со стороны Бога никакого лицемерия. А Бог движим любовью к нам, поэтому желает слушать нас, желает слышать голос нас. Если мы почитаем книгу «Песнь песней», мы очень ярко, образно можем увидеть вот эту жажду, это желание Бога, чтобы голубиться Его. Она вышла, она заговорила, чтобы слышать голос Ее. Да поможет Господь, дорогие мои братья и сестры, чтобы мы в нашей молитвенной жизни могли учесть все те уроки, которые дает Иисус, показывая, как нужно молиться, чтобы наша молитва не была лицемерной, чтобы она была принята Богом, чтобы она была правильной. Зачем нам дал Господь Библию, чтобы мы просто положили ее на полку и строили сами свою религиозную жизнь, как нам нравится или как мы считаем правильно. Господь нам дал Библию, чтобы мы читали ее, чтобы она была основанием для жизни, благочестия, была руководством для нас. И это хорошо, что мы имеем Библию, и это очень хорошо, что мы читаем, потому что это основа, это фундамент христианской жизни. И то, что там написано, это истина, которую нам нужно сохранить и которую нам нужно практиковать в своей жизни. Дальше, в следующий раз мы поговорим о молитве «Отче нас», потому что в этой молитве Господь дал определенный образец и показал определенные правила того, как необходимо молиться. Но это будет в следующий раз. Давайте сейчас встанем и помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!